МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это главный эфир. Здравствуйте. Две сестры Беларусь и Россия. Неделя прошла под знаменем союзного государства. Президент Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Москву. Встреча тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным многое осталось за закрытыми дверями. Вопросы обязывают и заседание Движение по братской линии поступательное и уверенное. Реализованы почти все союзные программы. Кажется, и многолетний спор о едином рынке энергоносителей уже скоро станет историей. Каковы же итоги визита нашего президента в Россию? Что собираются делать Минск и Москва? И причем здесь ядерный радикализм Лукашенко. Все обсудим. С вами Виктория Сенкевич и Павел Лазовик. Смотрите в программе. Эталонная интеграция, а настрой на активизацию. Беларусь и Россия подводят итоги переговоров в Москве. Мы открыли широкополосные магистрали для активизации бизнеса, сотрудничества научных кругов. Темы обороны и безопасности на особом контроле. Разведки двух стран держат руку на пульсе, пока Варшава зондирует вопрос красной кнопки. Тактическое ядерное оружие, оно практически обнулило группировку, которую собирали в течение 10 лет. В пограничных условиях подготовка региональной группировки войск. Ключевая задача. Плечом к плечу с российскими братьями защитить в любой момент интересы союзного государства. Взаимодействие отлажено на уровне бойцов и центров принятия решений. Синдром разрушения. Демонтировав историю, взялись за религию. Киевский режим арестовывает митрополита и сносит храмы. Выбирали развитие, получили давление. Колыбели демократии судят экс-президента Трампа. Никогда не думал, что такое может произойти в Америке. Экономика разваливается. Такой инфляции не было 60 лет. Обезумевший Джо, получивший нарисованные голоса, на последних выборах шьет выдуманное дело. Взаимовыгодный обмен. Труд на земле в достойную зарплату и жилье. Сновских аграриев не пугают новые задачи. В Снове все делается для людей. Ну, чтобы люди оставались. Настала пора для белорусской техники в полях и на просторах Кузбасса. На сегодняшний день у нас 30% это белазы не старше двух лет. Белаз. Визитная карточка угля добычи. Большой репортаж из Кемерово. Спартак от Елизарьева в Узбекистане. Балетная труппа на сцене Большого театра имени Алишера Наваи. Ташкент привезли настоящую жемчужину Минской сцены. Итак, всю неделю график нашего президента был посвящен белорусско-российскому сотрудничеству. От вопросов межрегионального взаимодействия до безопасности. В Беларуси побывали губернатор Калужской области и директор службы внешней разведки России. А в среду глава белорусского государства отправился с рабочим визитом в Москву, где у него прошли переговоры с президентом России. И уже на следующий день состоялось заседание Высшего госсовета союзного государства. Все внимание, конечно, было приковано ко встрече лидеров. Александр Лукашенко и Владимир Путин вели двусторонние переговоры более шести часов. Завершились они в начале третьего ночи. И, как отметил президент Беларуси, большинство вопросов носили закрытый характер. Наш обозреватель Илона Красудская освещала этот визит. Илона, несмотря на секретность, понятно, в какой сфере наверняка есть что сказать об экономике. Какие общие впечатления от командировки? Вы знаете, коллеги, мне кажется, когда прозвучал протокол, я имею в виду личные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, мне кажется, читалось некое разочарование на лицах российских журналистов. Я объясню, почему. Понятно, все очень долго ждали. В восемь вечера только начались эти переговоры. Прозвучал протокол, и что мы увидели? Импорт и замещение, союзные программы, высший госсовет. Ну, то есть без сенсаций. А ждали горячих заявлений. Да, понятно, каких сенсаций ждали, комментариев по поводу размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Я вот смотрела, на следующий день российские журналисты задавали вопросы на эту тему людям, которые в принципе некомпетентны, которые не могут отвечать за этот вопрос. Ну, а что касается белорусских журналистов, на этот счет нет вопросов. Все ответы в недавнем послании президента народу и парламенту, которое Путин, как рассказал, тоже смотрел. Понимаем высокие ожидания коллег в плане контента, но убеждены, наш президент не разочаровал. И прямо перед встречей с Путиным, еще раз перед ВГС, пообщался на крыльце с репортерами, и про ядерное оружие в куларах тоже все сказал. Но, что касается той шутки белорусского лидера про усталого президента России, политики действительно начали переговоры достаточно поздно. До у Путина был совбез, и встреча с послами иностранных государств. И, тем не менее, переговоры президента в Беларуси и России шли до начала третьего ночи. Так что еще одна шутка про отработанную зарплату очень в тему. Вы усталший президент, куда вы смотритесь? Нормально. Надо немножко работать в конце месяца в каждую зарплату. Надо отрабатывать зарплату. Тот, кто, надеется, предлагал нам или прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнули, да, будет непросто, ну, а когда было просто? Мы выдержим и сделаем все, даже в микроэлектронике. Оказывается, и здесь нашли возможность работать. Ракеты летают, и боевая техника передвигается, и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. Мы точно отработали зарплату, которую нам платят. На следующий день состоялось заседание Высшего госсовета союзного государства. И на радость СМИ сам Александр Лукашенко частично рассказал, о чем накануне говорили с Путиным. Переговоры белорусский лидер назовет фундаментальными и результативными. Об их тематике очень тезисно. Безопасность, развитие военно-промышленного комплекса и вопросы обороны союзного государства. Более чем по десятку вопросов достигли согласия. Глава белорусского государства сказал, в ближайшее время мы все услышим и увидим. Несмотря на закрытость вопросов, да, многие факты становятся известны общественности. Пример – диверсия в Мочулищах. И на днях завершилась еще одна совместная спецоперация. Просто потоком с Украины пошло оружие. В Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянску и другие области пошло оружие. Мы в ближайшее время проинформируем общество, вы знаете. Мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси. И через Россию они хотели его вывезти в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ. Накрыли всю сеть. Россия не дорабатывает по другим направлениям здесь, в России. Так что покоя нас не оставят. Но главное, что схрона, что в Беларуси, то в России оружие и взрывчатки есть. Заходят, берут это. Вот как и в Питере произошла ситуация. Скорее всего, никто в карманах через границу, обычный человек, не везет. Боеприпасы и взрывчатки. Схроны здесь уже и у нас мы несколько таких накрыли. Такие факты обязывают буквально ежедневно вести синхронизированную политику в области безопасности. У союзного государства будет общая концепция. Ее представят общественности, будет публичное обсуждение документа. И уже на следующем заседании ВГС его должны принять. Держать оборону вместе будем и далее в информационном пространстве. Союзный медиахолдинг однозначно нужен. Вспомните про знаменитые союзные программы, которые посвящены исключительно экономике. А были времена их подавали как потерю суверенитета. Сейчас новый ужастик в Нафополе про ядерное оружие. Но уже было сказано тысячу раз, мы никому не угрожаем. Реальность, она корректирует планы. И мы понимаем, что для Белоруссии сейчас важно, в связи с возрастанием внешней угрозы, иметь средства защиты очень хорошо именно для того, чтобы предотвратить возможную эскалацию конфликта. Мне кажется, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии это как раз гарантия того, что какой-то негативный сценарий с обострением ситуации на границе в Белоруссии с другими европейскими странами, он не реализуется. То есть это на самом деле дополнительная гарантия на Белоруссии, белорусскому народу. Вернемся к союзным программам. Они выполнены на 80%. Это наш технологический суверенитет, экспорт, а значит наши доходы. Семь программ выполнены полностью. Они касаются транспортного, валютного, фитосанитарного контроля, финансового сектора, бухгалтерского учета и развития атомной энергетики. Продолжается работа и по остальным программам в сельском хозяйстве, по линии транспорта и промышленности. Разногласия по поводу подходов к формированию объединенных рынков газа, электроэнергии и нефти. Но это, еще раз говорю, это рабочие вопросы. Сейчас специалисты работают. Президенты дали поручения на встречи в Минске. Поэтому сейчас соответствующая группа специалистов производит там расчеты серьезные. И еще несколько актуальных цифр про наше союзное государство. Во-первых, у нас рекордный товарооборот по итогам прошлого года – 50 миллиардов долларов. Размер инвестиций из России в Беларусь ежегодно растет тоже. Составил за это время почти 4 миллиарда долларов. Общая сумма от реализованных союзных программ – более 60 миллиардов российских рублей. А что касается гуманитарных вопросов, сотни тысяч россиян посетили наши санатории, агроусадьбы. Создаются белорусско-российские семьи. Так что во всех смыслах становимся еще ближе. Много регулярных рейсов открыто в последнее время. Пермь, Уфа, Нижний Новгород, вот еще Калуга на этой неделе. И как справедливо отметил губернатор Калужской области, приехав в Минск, нужно интенсивнее вести работу и в обратном направлении, чтобы рейсы летали и из Минска. Межрегиональное сотрудничество – наше все. Время пролетит быстро. Впереди нас ждет форум регионов Беларуси и России, в Уфе, в конце июня. Но я не только за себя переживаю, за коллег, как мы будем добираться. Все-таки это нужно простым людям и бизнесменам. Илон, спасибо большое. Наш обозреватель Илона Красуцкая о визите нашего президента в Россию и союзной повестке в целом. Безусловно, такое тесное взаимодействие между странами позволяет сегодня решать все вопросы двусторонней повестки. Мы сейчас вместе упорно идем и к технологической независимости. Задача – быть автономными, насколько это возможно. Конечно, не все вопросы можно закрыть сразу. В некоторых сферах импортозамещение требует больше времени и компетенций. Но наши возможности давно известны. Благо, делать ставку на повышение локализации производства и Беларусь, и Россия начали задолго до нынешних событий. Ну а сейчас пул общих проектов в различных сферах поступательно растет. В нашей рубрике «Контекст» конкретные примеры союзной кооперации. Смотрим. Экономический потенциал, равные права на получение образования, медицинской помощи, общая молодежная политика, историческая память и многое-многое другое. В последние годы отношения во всех сферах вышли на качественно новый уровень. Действительно, Беларусь и Россия взяли хороший темп в укреплении союзнических связей. Об этом точно скажут цифры. По итогам прошлого года мы имеем рост взаимной торговли до абсолютно рекордной суммы, которая опередила все прогнозы – 50 миллиардов долларов. Детальная картина товарооборота выглядит так. В нашей экспортной корзине мясо, молочка, кстати, белорусское продовольствие уже покупают в 76 регионах восточные соседки. Также грузовые и легковые авто, тракторы, комплектующие, мебели, шины. Россия же нам продает по большей части нефть, газ и черные металлы. От каждого по способностям, каждому по потребностям. По сути, этот подход сегодня стал адекватным ответом на внешний прессинг. Время, конкретные запросы, общая стратегия и компетенция помогли решить эту задачу. Как, наверное, некоторым казалось, со звездочкой. Сегодня на белорусских и российских предприятиях развернулась большая работа по импортозамещению. Например, Гомсельмаш поставляет замену зарубежным деталям на Россельмаш. А Интеграл и Горизонт снабжают своей продукцией авиазаводы России. К тому же, высокой степени готовности 16 проектов на общую сумму 80 миллиардов российских рублей. Это те кредитные средства, которые Москва выделила нашей стране в ноябре прошлого года на замещение критического импорта. Целый ряд мероприятий по созданию компонентной базы и повышению уровня локализации в рамках союзного государства выполнят на Амкадоре, Гомсельмаши и Белазе. Наиболее значимая из них – выпуск широкой линейки мостов, коробок передач и редукторов. Также развиваем и отечественное станкостроение. В числе приоритетных – проекты в Гомеле и Витебске. Россия сегодня основной инвестор в нашу экономику. В прошлом году сумма вложений вплотную приблизилась к 4 миллиардам долларов. В Беларуси работает свыше 2000 организаций с российским капиталом. Конечно, общую цифру подкрепляет прямое сотрудничество с регионами. Да, многие наши флагманы давно пустили корни на соседской земле. Но это не повод расслабляться. Скорее, дополнительный стимул наращивать темпы и задавать векторы движения. В прошлом году совместных сборочных производств стало на 9 больше. Лишь несколько примеров. Свою технику в Ленинградской области будет собирать Амкадор. В Нижнем Новгороде открыли производство белорусских трамваев. На шасси МАЗ в Краснодарском крае сборка зерновозов. В этой же области появился бренд «Полесье Юг» нашего Гомсельмаша. Строительство сферы, где пул проектов тоже стремительно растет. Белорусы сейчас возводят жилье в Калужской, Курской, Калининградской и Брянской областях. Жилой квартал в Санкт-Петербурге. Сегодня наши предприятия заняты на строительстве портовой инфраструктуры в Усть-Луге. Нефть оперерабатывающего производства в Ленинградской области и новые линии цементного завода в Чечне. Россия и Беларусь выходят на более тесное сотрудничество, что выражается даже в статистике торговой, количестве совместных предприятий, общении между жителями наших стран, туристическими поездками. Та количественная динамика, которая сейчас есть в российско-белорусских отношениях, свидетельствует о том, что наши отношения, они уникальны. У нас заложен крепкий фундамент союзной стройки. Не иначе. За всеми цифрами, проектами, встречами кроется главное. Взаимная выгода и для белорусов, и для россиян. Обеспечение безопасности, будь то продовольственной, энергетической, да и в целом национальной. И повышение уровня благосостояния каждого, кто в границах от Бреста до Владивостока. О союзной интеграции в главном эфире мы рассказали, ничего не вырвав из контекста. Еще один визит этой недели – приезд в Минск директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Во Дворце независимости его принял президент вместе с председателем Комитета государственной безопасности Беларуси. Общее заявление представителей двух сторон – разведки Беларуси, России сейчас работают крайне открыто друг для друга. Связано это и с необходимостью обеспечения внешней безопасности союзного государства. В последнее время мы разведданными обмениваемся более интенсивно и качество информации улучшилось. Это прежде всего связано с активизацией деятельности Комитета госбезопасности. Но немаловажная роль в том, что россияне очень серьезные, вы прежде всего помогаете нам в технической разведке. Что тут скрывать? Сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию. В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь, СВО Российской Федерации, операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. И, как я часто говорю, ну не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. Вообще и с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные, порой невероятные. И с учетом той техники, за которую мы угнаться в спецслужбы, просто не можем. Да и не можем противодействовать им. Все равно где-то там в одном-другом месте определенные, ну если не проколы, то вопросы к нам возникают. Но люди должны понимать, поэтому все мы предусмотреть не можем. Поэтому и у нас, и у вас появляются разного рода отморозки. Мы именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка и не контрразведка. Это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующие людей, делают на них упор. Часто террористы пересекают границы в обход, пытаясь попасть в Беларусь или Россию, запутывая маршрут. Касается это и перевозки оружия, чтобы применить его в террористических целях. Разведкам нужно быть в очень оперативном контакте. Сейчас в Минске они провели коллегию по итогам работы. Откуда исходит угроза? Сомнений нет. Мы в главе государства докладывали, что примерно с весны этого года планируется активизация террористической деятельности на нашей территории. Примеры Мочулища, примеры Гродно. Есть другие примеры, о которых мы никогда не рассказывали. Всего в рамках расследования предотвращено к ответственности 30 человек. Активно работаем со всеми. Мы знаем исполнителей, которые скрываются на территории Польши, Украины, некоторых других государств. Надо сказать, что проводится нами работа, в том числе с международными структурами, которые занимаются борьбой с терроризмом. Там есть понимание в этом отношении. По словам главы КГБ, белорусские граждане, точнее выходцы из нашей страны, причастные либо к прямой подготовке террористов, информационной или бытовой помощи в организации таких действий, рано или поздно будут отвечать по закону. Специалисты их всех знают поименно. Польшей правит либо кровожадность, либо зависть, или даже глупость. Там крайне обеспокоены намерением России разместить ядерный арсенал на территории нашей страны. Глава Бюро по национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил немецкому изданию РНД, что Варшава готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках ядерного сдерживания НАТО. Для начала предлагают разместить стратегические бомбардировщики, которые могут нести специальное оружие. В прошлом году Анджей Дуда уже заявлял о подобных планах, но тогда Вашингтон явно дал понять, что не намерен размещать ядерное оружие на их территории. Издание «Мысль Польска» пишет, что политики не осознают опасности, которая будет поджидать страну в случае размещения на ее территории ядерного оружия США. По мнению автора, власти Польши, поддерживая Киев и провоцируя Москву, могут оказаться в списке участников конфликта. А в принципе, стоит ли удивляться? Ведь польские амбиции по возрождению Речи Посполитой известны давно, но и рушатся они сейчас, как карточный домик. Виной тому размещение в Беларуси тактического ядерного оружия. Что ставит жирную точку на попытках реализовать давний имперский план Пилсудского. Во многом именно Варшава выступала поджигателем обстановки на Украине и пыталась дестабилизировать Беларусь. А цель-то одна – ловля рыбки в мутной воде. Кризис в соседних государствах рассматривался как окно возможностей для территориальных приобретений. О белорусском ответе на агрессивные выпады расскажет Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». Официальный Минск нивелировал попытку аннексии Западной Беларуси. Размещение тактического ядерного оружия на территории республики исключает возможность полномасштабного вторжения. Даже самые горячие головы в Варшаве прекрасно понимают последствия необдуманных действий. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Облученный мечтой режим Дуды Моровецкого вынужден корректировать свои планы по возрождению Речи Посполитой от моря до моря. В чем заключается роль Беларуси в формировании геостратегического баланса в регионе? Я Андрей Сыч, это рубрика «Скриншот. Давайте разбираться». Размещение в Беларуси тактического ядерного оружия является вынужденной мерой по принуждению к миру. На границах нашей страны сформирован ударный кулак НАТО, которому мы практически не способны противостоять. Имея доступ к ничем не обеспеченным деньгам, они скопили колоссальную группировку. Ввязываться в гонку вооружений значит отказаться от всех социальных гарантий для населения. Суверенитет стоит дорого и Александр Лукашенко неоднократно и совершенно открыто об этом заявлял. Ядерный зонтик позволяет обеспечить безопасность и сохранить привычный уклад жизни. Тактическое ядерное оружие, оно практически обнулило группировку, которую собирали в течение 10 лет последних страны коллективного Запада и блока НАТО. Значит, они собрали довольно мощную группировку, довольно большое количество сил и средств. Естественно, что наше государство не в состоянии противостоять такому огромному блоку. Значит, и оружие, которое поступит, оно с успехом справится с любыми задачами. Там будет заряд до 50 килотонн. Одна килотонна, это получается 1000 тонн. 50 килотонн, это практически, чтобы понимали, допустим, один вагон, это 60 тонн, это получается 1000 вагонов. 1000 вагонов тонн взрывчатки. 1000 вагонов. А если поставить 1000 вагонов, это будет 12 километров. Само размещение в Беларуси тактического ядерного оружия не имело бы никакого значения при отсутствии соответствующих компетенций и средств доставки. При этом наши вооруженные силы уже получили необходимые установки, а специалисты проходят обучение. Часть белорусских самолетов, штурмовые авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты союзного государства. Неоднократно анонсирована ответная мера лидеров союзного государства на агрессивные выпады. Оказалось полной неожиданностью для западного истеблишмента. Потупив взор, они наперебой начали заявлять о неправомерности подобных действий и нарушении всех межгалактических соглашений. Французский инфо-цыган даже пожаловался уважаемому Сидиньпину на размещение в Беларуси тактического ядерного оружия. «Я с ним согласен, поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где они размещены, и точка. Ну и я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить. Вот и все. Болтать языком, типа, как этот наш товарищ умеет делать. Ну, все специалисты. Поэтому хорошо, давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они». Мусорный король, страдающий политической амнезией, пристально не замечает действия своего заклятого партнера. Оно и понятно в неправильной тональности произнесешь, и с контрактом на строительство новой сборочной линии Аэрбаз Тяньцзине может произойти то же самое, что и с оборонным контрактом на атомной подлодке. Свободная рука рынка крепко держит за горло маленького маню, да и неоперившемуся голубю мира. Без наших вопросов определенно есть чем заняться в своем огороде. Тем более, что в нынешней ситуации диалог с политиком, не обладающим субъектностью, теряет перспективу. Мы принимаем решение, исходя из обстановки и наших национальных интересов. То есть мы даем сигнал, что наши намерения самые серьезные. Любая агрессия в наш адрес встретит сокрушительный ответ. Это шаг, еще раз подчеркну, по деэскалации. Поскольку, когда противник видит, что ему будет нанесен неприемлемый ущерб, он воздерживается от агрессии. Но белорусы должны понимать, мы очень серьезно относимся к размещению тактического ядерного оружия на нашей территории. Мы не бряцаем им, и мы делаем все строго в рамках международного права. Западные ястребы утратили способность решать вопросы за столом переговоров. На смену классической дипломатии пришло право сильного. Мы вынуждены разговаривать на понятном языке для наших оппонентов. Мир экстренно нуждается в формировании справедливой архитектуры безопасности. Ожидать Ялту-2 куда комфортнее под ядерным зонтиком. О тонкостях международных отношений Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». Однако ядерное оружие – это скорее предохранитель от поползновений польского панства и компаний. Ведь продолжается и тренировка региональной группировки войск. На неделе журналистам впервые показали тренировки российских военных. Все на самом высоком уровне – от организации быта военных. Еда, проживание до тренажерных залов, работы на полигонах. Удивляться тому, что российские военные обучаются в Беларуси, не приходится. Они с осени тренируются на наших полигонах. В случае агрессии против союзного государства отражать ее Беларусь и Россия будут вместе. Система подготовки на территории Республики Беларусь работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решения, так и на уровне бойцов. Задача у нас одна – плечом к плечу с российскими братьями защитить в любой момент интересы союзного государства, защитить наш народ. Наш президент держит ситуацию на личном контроле. Беларусь полностью выполняет взятые на себя союзнические обязательства. Белорусские инструкторы на хорошем счету. Наша школа взяла все самое лучшее со времен СССР и обновила как теорию, так и практику. В соответствии с современными реалиями. Все эти российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами. Проявляется боевое слаживание, ведется подготовка, где надо вооружаться, материально обеспечиваться под нашим командованием. Мы, я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси. Это я их привез сюда для того, чтобы обучить, подготовить, оснастить и вместе научить работать, если не дай бог придется это делать. Концентрация войск НАТО у рубежей Беларуси, подготовка за границей, боевых отрядов заставляют нашу страну держать порох сухим. И в случае нападения нанести противнику неприемлемый ущерб. В настоящий момент региональная группировка войск союзного государства к этому готова. Впрочем, безопасность это не только про военные угрозы. Излюбленный способ СБУ и западных спецслужб теракты. Вчера в Москве хоронили Владлена Татарского. Люди простились известного инкором. Он погиб в результате теракта. В питерском кафе на творческой встрече в руках журналиста взорвался подарок, врученный поклонницей таланта, 26-летней Дарьи Треповой. Вот этот теракт в Петербурге ставит перед обществом целый ряд вопросов, один из которых – личность убийцы. Либеральная феминистка, заукраинка. Силовики уверены, что теракт был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым фондом борьбы с коррупцией Навального. Трепова – его активная сторонница. Новая сеть штабов похожа на партизанское подполье, которое должно передавать фонду важную информацию и нарушать деятельность госинститутов. Алгоритм работы нам известен через Телеграм. Адептов используют для террористической активности. По некоторым данным, завербовал Дарью Трепову бывший российский журналист Роман Попков, который проживает в Киеве. Обучал ее основам профессии. Вот якобы и попросил выполнить задание от одного знакомого. Есть в биографии этого Попкова и белорусский след. Он активно сотрудничал с экстремистами из Белсата. Во время протестов 2020 года его задерживали в Минске. Был выслан из Беларуси с запретом въезда на 10 лет. И обратите внимание, западные СМИ обсуждают теракт в Петербурге, выгораживая Дарью Трепову и пытаясь представить ее жертвой режима. О татарском почти не пишут, а подозреваемую называют активисткой, пацифисткой, которую подставили. Хороший пример мирного активизма. Предлагаю перейти к следующей теме, но не менее тревожной. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Как известно, близится большой православный праздник – Воскресение Христово. Великий пост идет к завершению. Впереди самое главное испытание для христиан – Страстная неделя. Но для верующих Украины испытание куда более серьезное. Отстоять свои святыни от посягательства чиновников и радикалов. Молитва против проклятий. Несколько месяцев в Незалежной уже идут захваты канонической православной церкви. То есть, что не захотело идти по пути Раскольников и быть подконтрольной офису Зеленского. Сейчас прихожане пытаются не допустить захвата Третьего Удела Богородицы – одного из священных мест Киева Печерской Лавры. Зеленский спустил псов на прихожан, объявив тех украинцев, которые не хотят молиться в самопровозглашенной церкви, предателями и носителями русского мира. А что же происходит? Радикалы жгут православные храмы, иконы, избивают священников. Чиновники призывают, цитата, к физической зачистке, а силовики арестовывают монахов. Это не события Хрустальной ночи и расправы фашистов над еврейским населением. Это 21 век и демократическая свободная Украина. Ад под стенами храма. В рубрике Екатерины Тихомировой. Воистину бесы Великий Пост перед воскресением Христовым становятся злее, чертям тошно, вот они наружу и рвутся. КОНЕЦ КОНЕЦ Зеленский дал карт-бланш радикалам, остаткам недобитых наций, толпам бесноватых, выгонять монахов из святынь и запрещать прихожанам молиться. Киево-Печерская лавра. Раскольники отобрали трапезную церковь и Успенский собор лавры. А в святом месте провели рок-концерт, призывая убивать москалей якобы с благословения Христа. Говорят, после этого даже кресты почернели. А это, знаете ли, дурное предзнаменование. Более недели верующие продолжают молитвенное стояние у стен святыни против того, чтобы храмы превратили в места для выставок и рок-концертов. Люди тихо читают символы веры, акафисты, время от времени возглашают Христос в воскресе. Против них другое стояние тех, кого на банковой считают истинными патриотами и хранителями украинского духа. Показательно, что человек в такой одежде, истинный носитель украинского духа, пришел выгонять из лавры верующих. Есть ли у тебя минутка, чтобы поговорить о Господе и спасителе нашем, сатане? Я сатана, я особисто сатана. Асмадеус, сатана, с Люцифер! Мне тут будет что-то зафигнать обо славе Христу. А вы кричите, а что Христоска стоит? Как вы, как и правильные люди. Весарх, вы ходите? Я хочу читать много богов, не только Христа, а я хочу читать и давних богов, которых вы проклинаете. Более! Более! Вы на законных правах должны отсюда выглевать! Нахуй, блядь! Потому что мы с голови закичимся! Один движение, блядь, все взорвется. И один год, и дальше я... Все, блядь, и сдох. В начале года цинично, нагло и в обход всех мыслимых и немыслимых законов. Зеленский решил изгнать каноническую православную церковь из Украины, ибо она москальская. К 30 марта противостояние официальных властей Лавры достигло пика. Истек срок, до которого православные по предписанию чиновников должны были покинуть обитель. Ну или уйти в раскольничество. Как понимаете, ни первого, ни второго, ни монахи, ни прихожане не сделали. 220 человек, братья, были выброшены на улицу. Многие, кстати, прожили там 30 лет, и идти им некуда. Министерство культуры решило описать мощь святых, в том числе Нестора, написавшего повестью временных лет Юрия Долгорукова. Тут даже страшно предположить, что при нынешней власти ждет мощь святого, основавшего Москву. Прихожане в Лавру чиновников не пустили, и в раз оказались москалями с антиукраинскими настроениями. То есть ходил человек десятки лет в одну церковь, у него такой же паспорт, и говорит он на украинском, платит налоги стране, и даже воевал или воюет на фронте, за Украину и режим Зеленского. Ты нам в лицо кричишь, что мы московские. Я московский. Я московский. Я за тебя путь, я не понимаю, московский. А потом вдруг становятся врагом, потому как молятся не там. Священники тут тоже, кстати, украинцы. А против женщин, чьи мужья на фронте, детей и стариков выставляют таких вот молочков. Мне кажется, их надо всех пиздить, относиться к ним кардинально, просто пиздить, выгонять отсюда. И некому сейчас прийти и спалить нахер эту богодельную. Почему бравые украинцы защищают незалежную у Лавры, а не в Бахмуте? Артемовский вопрос открытый. Но сюда его и других призвал провластный радикал Карась, которому поступил заказ раскачать и спровоцировать ситуацию, потому как в Лавру будет заходить Альфа, а европейцам нужна картинка. Задача нам звучит в данном случае выступить катализатором, еще больше обострить, что они ведут себя как агрессоры и как быдло. Потому что если туда будет заходить Альфа забирать эту Лавру, то таким образом это все их агрессивное поведение. Оно все очень сильно поможет, чтобы все сказали, в том числе европейцы, что это какая-то агрессивная террористическая группировка, а не монахи. Наместник Киева-Печерской Лавры призвал Зеленского одуматься. Господин президент, говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, а не упадут вам на голову. Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Зеленский подумал и додумался арестовать митрополита Павла за содействие российской агрессии и заковал наместника в электронный браслет. Ибо другой проблемы у незалежной нет. Впрочем, эту тропинку проложил еще его предшественник. Это даже не прозвучит странно, но власть, которая родилась шабашем, жертвоприношениями на Майдане, сразу взялась за изнасилование церкви. Была у шоколадного магната такая идея фикс – создать на Украине церковь имени Порошенко. Появился самозваный патриарх Филарет, он же Денисенко, который вроде как с благословения Петро должен был объединить православные конфессии страны. И вселенский патриарх Варфоломей в 2019 году в Стамбуле выдал таки Томас на автокефалию. Независимость, простым языком говоря. Правда, независимость весьма условная. Все важные церковные дела теперь Украина решает после поклона стамбульскому старцу. То, что Петро обещал соединить, оказалось расколом. На Украине образовалось две церкви – УПЦ и ПЦУ. Буквы одни, но разница колоссальная. Украинская православная церковь во главе с митрополитом Ануфрием. Традиционная. Именно ей принадлежит лавра, и большинство верующих молятся именно в ее приходах. И ПЦУ – неканоническая религиозная организация во главе сначала с самопровозглашенным Филаретом, а теперь Епифанием Думенко. В отобранных УПЦ церквях ПЦУ устраивают шабаши. Раскольников, кстати, мировое сообщество так и не признало. Не потянулись в молитве и прихожане, считая ПЦУ провластной партией и чисто политическим институтом. Ушел шоколадный магнат, пришел квартальный скомарок, а захват православных церквей не остановился. Теперь лидеры украинского общества, отбрасывая все приличия, призывают сжечь церкви. Якобы это греет украинскую душу. Зашли в церковь, слышите московский звон – все, поджигайте, это нормально, в этом ничего страшного нет. Прислушались. Неизвестные в ночь на 28 марта забросали коктейлями Молотова храм в Тернопольской области. Выгорели алтарь, престол и жертвенник в храме Пресвятой Богородицы. Арестован не только митрополит Павел, задержан священник Сумской области, митрополит Черкасской епархии. Во Львове полсотни радикалов вломились во время службы в Кафедральный Свято-Георгиевский собор. В Хмельницкой церкви радикал военнослужащий во время молитвенной литургии скинул Евангелие. Радикалы в Балаклавах травят священнослужителей прихожан газом в Ивано-Франковске. Захваченные храмы передают ПЦУ. И молитвы там уже совсем другие. Все происходящее цветочки. Штатный спикер Зеленского Подоляк считает священников и прихожан надо было раньше. Но пока еще не поздно физически зачищать. Что это? Хрустальная ночь в новой украинской интерпретации? Мне кажется, что уникальный шанс, когда можно было бы вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев войны. Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить. Сегодня это немножко сложнее. Но опять же, немного сложнее это не значит невозможно. И мы должны сегодня юридически мотивировано достаточно жестко пройтись по этому пути. Церковь отделена от государства. Более того, никакая религия не может быть признана государством как обязательная. Это Конституция Украины. Возможно, квартальный скомарок за четыре года так и не успел изучить Конституцию. Товарищи из СБУ, вы же нас смотрите. Подскажите пану. Статья 35 опубликована на сайте президента Украины. Екатерина Тихомирова, Виталий Соплица в главном эфире. А ведь Украина это, собственно, лакмусовая бумажка того, что могло быть у нас после 20-го года. К счастью, не случилось. Технологии притворства и реформы на грани безумия. Какой видят Беларусь? Оппоненты в БЧБ-тонах. Как прятали свои программные предложения? Почему испугались? И что предполагал маховик опасных стратегий? Где радикальные переломы уже случились и к чему это привело? В понятной политике. На конкретных примерах о том, как хотели убить Беларусь. Смотрите в понедельник после панорамы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Павел, любишь ли ты шоу? А вот так тоже не любит. Правда, если сделано оно профессионально и интересно. Тогда тебе определенно понравился арест Дональда Трампа. Ведь за этим шоу следил весь мир. Впервые в истории бывшего президента США взяли под арест. Ему суммарно грозит 136 лет тюрьмы. Да, то еще шоу. Что же сделал белокурый миллиардер? Прокуратура, по слухам с подачи демократов, обвиняет Трампа в 30 случаях мошенничества в деловой сфере. Вдобавок вновь объявилась порно-актриса Сторми Дэниелс. Ей политик якобы заплатил 130 тысяч долларов за молчание о романе с ним. Дальше больше. Из-за юридических проволочек сама артистка оказалась должна Трампу 122 тысячи долларов. И еще полмиллиона за прошлые судебные тяжбы. Нужно сказать, ареста Трампа нес скорее ритуальный характер. Ну, всего через пару часов его отпустили до суда. Пройдет он 4 декабря. А простые американцы задаются вопросом. Если Дональд сядет, то будет ли его охранять секретная служба? Ведь даже бывшим главам Пентагона охрана выделяется пожизненно. Как такое стало возможным? Ответы в нашем сюжете. Суд в Соединенных Штатах не имеет, как правило, никакого отношения к установлению и торжеству справедливости. Правосудие обладает здесь гораздо более важной функцией. Развлекать публику и оттачивать приемы интеллектуального фехтования. Даром, что ли, именно в Америке придумали судебные процедуралы. Фильмы, в которых обвинение сражается с защитой, а чаша весов в руках незрячей тетки качается туда-сюда. Что перевесить в итоге, неважно. Главное ведь не результат, а процесс. Собственно, и судебное преследование Трампа организовано так, чтобы в максимальной степени расколоть общественное мнение. Дабы пар недовольства ушел в гудок ожесточенных споров. Трамп не сделал ничего, чтобы не делал ни один из прежних президентов. Трамп должен сесть. Почему к нему должно быть особое отношение? Где его наручники? Сколько там обвинений? 49? Это несправедливо. Почему для Трампа законы гораздо суровее, чем для прочих? По правде говоря, законы – это скорее пес, чем фемида с повязкой на глазах. В кого правосудие вцепится, того выпустят только крепко обглоданным, хорошо, если живым. До последнего момента никто не верил, что суд Манхэттена рискнет предъявить Дональду Трампу обвинение. Тот факт, что преследование является политическим, стал для местных СМИ общим местом. Даже демократические медиа выступают эдаким бурбоном. Да, такое делают все, но Трамп пусть ответит по всей строгости. Семен Васильевич, это его дело, нет, наше. Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. 34 пункта обвинений, предъявленных Дональду Трампу, сплошь административные правонарушения. Срок давности по ним два года, и судья, понимая, что руки короткие, добавил в каждый пункт слова с целью препятствования избирательному праву. Документ тут же заиграл красками, а преступления стали уголовными. Четыре года по каждому пункту обеспечат Трампу 136 лет за решеткой. Уже сейчас его объявили находящимся под арестом, но без ограничения свободы. Теперь дело за малым. Адвокаты и экс-президенты должны проволокитить процесс до следующих выборов. Там, глядишь, Дональд победит и тут же себя помилует. Шансы у Трампа велики и с каждым днем продолжают расти. Все понимают, что он подвергся гоняниям не за манипуляции с избирательным фондом, а за то, что глаголом жжет сердца людей. Наша страна катится в ад. Обвинения против меня являются вмешательством в выборы. Они уничтожают страну. Экономика США разваливается. Доллар скоро перестанет быть мировым стандартом. Мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной Третьей мировой. Причем из-за администрации Байдена конфликта России с Украиной при мне не было бы. Жизни могли бы быть спасены. Красивые города продолжили бы существовать. Нельзя сказать, что в президентов США никогда не вцеплялся бешеный пес правосудия. Тем более, что поводов лидеры страны всегда давали предостаточно. Но пес этот дрессированный и послушный команды. 29-й президент страны Уоррен Гардинг был бесстыдным казнокрадом и якшался с мафией. Но нет, в суд его никто не потянул. 18-й президент Улисс Грант очень хотел передать власть некоему Хейсу. Когда тот проиграл на выборах, Грант ввел войска в три штата и осадил Конгресс. После этого Хейс внезапно стал президентом. Кого-нибудь отдали под суд? Нет, конечно. Президент Никсон в ходе его торгейтского скандала чуть было не попал на скамью подсудимых. А кого-то из его окружения даже посадили. Однако Никсон понял намек и подал в отставку. Историки до сих пор гадают, за что его гнобило глубинное государство. За детант и потепление отношений с Советским Союзом. Или, быть может, за бегство из Вьетнама. В любом случае президент Форд помиловал ушедшего Никсона, а Минюст издал разъяснение, что действующему лидеру уголовные обвинения предъявлены быть не могут. Так оно и было в дальнейшем. Билл Клинтон обвинялся в коррупции по делу Уайт Уотер, а также был пойман на лжесвидетельстве под присягой. Но нет, уголовных дел против него не возбуждали. Про импичмент поговорили да забыли. Он и сейчас бодр, влиятелен, а на вопрос «О чем жалеешь?» отвечает, что лишь об одном. Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил Украину согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верил, что Россия провернула бы этот трюк, если бы Украина все еще имела свое оружие. Во всех этих случаях следует отметить одну закономерность. Проблемы у президента США были тем серьезнее, чем менее послушан он был к глубинному государству. Дип-стейт уже давно не проходит по разряду конспирологии. Есть международные структуры согласования и управления. Например, Бильдербергский клуб. Большие деньги щелчком пальцев созывают на ковер премьер-министров и президентов. И хоть бы кто-нибудь проговорился потом о содержании консультаций. Так перед кем правительство ответственны? Перед народами или корпорациями? В Штатах тоже есть такой клуб – Богемская роща. Раньше он тоже проходил по разряду конспирологии, а теперь уже является феноменом поп-культуры. Что, между прочим, не отменяет справедливости таких слов. Оглянитесь вокруг. Здесь собрались самые могущественные люди мира, члены самого закрытого клуба нашей страны. Попасть сюда можно лишь по приглашению, которое надо выслуживать всю свою жизнь. Они собрались искать себе Бога в ветвях волшебного древа. Они едят вместе, мочатся бок о бок. Они делят между собой мир, как воскресное жаркое. Дональд Трамп – первый и, наверное, единственный президент, который, похоже, не был ставленником пресловутого глубинного государства. В его каденцию чиновники массово саботировали распоряжение первого лица. С ним воевали прессы и соцсети. Прокуратура и Минюст расследовали выдуманное обвинение в шпионаже Трампа на Россию. Да что там. Глава Объединенного комитета начальников штабов Майк Милле однажды просто позвонил в Китай и заявил, что в случае войны изолирует Дональда и не даст ему нажать красную кнопку. Мы, глядящиеся со стороны, это, безусловно, одобряем. Однако, с точки зрения американских законов, генерал ведь совершил госизмену. И, наверное, не по собственной инициативе, а по солидарному решению глубинного государства. Иначе бы его потом засудили или хотя бы сняли. Понимание этого дает нам основания для прогноза. Американцев и весь мир будут долго забавлять охотой на Трампа. Однако прийти ему к власти вновь не позволят. Даром, что ли, Дип Стейт с таким трудом Дональда сверг? И Трамп явно очень рискует. Он не играет в чёт нечего – сесть или занять Белый дом. Это игра в орлянку с жуликами, у которых на обеих сторонах монеты – решка, она же решётка. Олег Романов в главном эфире. Весной погода долго не баловала нас, но вот тепло, которого особенно ждали аграрии, наступило. Техника уже давно в полях сеют ранние яровые и готовит почву к новому сезону. В крупнейшем агропромышленном холдинге Беларуси СНОФ в Несвежском районе под пашню почти 10 гектаров. Опытных аграриев не пугают ни объёма, ни новые задачи на урожайность. Результат там заметен для людей. И речь не только про расчётники в сезон. Агрокомбинат – один из немногих в стране, кто смог не просто создать достойные рабочие места, но и сделать регион удобным для жизни. Отдельным объектом социальной инфраструктуры может позавидовать даже райцентр. Ну а вопросы жилищного строительства закрывают не только молодым специалистам. Семьям, что выбирают место для жизни, снов, квартира или дом. Взамен только труд, что на земле всегда нелёгок. Об этом в рубрике «Главного эфира». Почему люди не спешат менять сельские пейзажи на городские? Как зарабатывают и растят детей на малой родине? И как выбирали место для жизни? Съёмочная группа «Главного эфира» нашла ответы в агрогородке Снов, где широкие просторы граничат с развитой инфраструктурой, а труд человека на благо всего региона. Как активно этот парк обновляется, скажем, за последние пять лет? Ну закупают всё-таки? Ну, раньше щелки были старенькие такие. Там вручную надо было маркеры поднимать. Сейчас всё автоматически, всё на гидравлике, всё быстро, удобно. Никаких трудностей нет. Там кейс стоял, красненький с той стороны. Там он тоже вместе, тоже четырёх годы детей ему. Ну, тридцать пятки покупают, тоже белорусского производства. Ну и всю остальную технику колёсную тоже понемножку, понемножку. Скажите, ну вот вы своими руками, да, готовитесь к новому сезону? Неделю назад я выехал, там шесть гектар запахал, но это уже было ближе к вечеру. И потом задождилось, и всё, и вот мы стояли. То вот сейчас после дождей этих вот, после снегов, это вот только первый раз выехали. Ну и то ещё, ну, сами видите, что творится ещё. Болото, болото. Сколько лет уже на нём работаете? Чётёт, вот летом будут четырёх годов. А в хозяйстве вообще? Ну, с 96-го, вот считайте, 27 сейчас лет будет. Я пашу, у меня две сеялки, зерновая и кукурузная. Моя задача запаха засеять, чтобы всё было чисто, красиво, аккуратно. Я люблю свою профессию. Мне вот, знаете, я выхожу с сеялкой в поле, начинаю сеять. Всё, сею, сею, потом всё, 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 на я закончилась. Вот мне скучно дома, выходной день. Я сажусь на машину, сажусь и поехал влететь. Просто-напросто, чтобы, ну, может, где-то какой-то, где-то ещё что-то. Ну, просто некрасиво будет, если останется полоска какая-то. Ну, некрасиво будет. Вот я и переживаю за это, еду, бежу, проверяю. Ну, вроде бы всегда было всё замечательно, вроде бы начальство не жаловался. Ну, эта профессия выбрала вас, получается, раз так другое. Ну, можно сказать и так. Ну, это уже чисто колхозные домики, которые именно хозяйство строило. На какой основе вообще тогда выдавались эти дома? Ну... Сейчас они кому как предоставляются? Отработать определённое время. Ну, есть люди приезжают. Вот приехал к нам механизатор с Витебска, с Витебска даже. Ему сразу выделили. Ну, там, где вот мы были с детками, глядели. Там вот выделили ему квартиру. Ну, он с семьёй там живёт сейчас. Муж работает в агрокомбинате с новым водителем. Стараются даже вот какие-то запрошенные дома как-то сносить где-то что-то. И строят уже более такие, как сказать, новые. Вот у нас второй подъезд в основном молодые семьи живут. То есть у нас буквально, во-первых, одного всего возраста сами мы. И дети буквально там плюс-минус тоже одного возраста. Ну, а для деток и садик, и школа есть, да? Не нужно думать, куда возить. Да, очень рядом, тоже недалеко от дома. И детский сад напротив школы. Тоже недавно был фасадный ремонт там у неё. То есть, ну, тоже красивая вполне школа. А сами вы отсюда вот? Нет, сама я вообще с Баранович. Ну, как бы, да. Строилась сюда на отработку и уже вот получилось. Мне кажется, в регионе это самое главное. Всё-таки, чтобы оставались люди и специалисты, да, которые так нужны, рабочих рук всегда не хватает, всё-таки вот закреплять жильём. Здесь с этим вопросов нет. Да, люди больше держатся, правда, за жильё. Ну, зачем уходить отсюда, если всё тут есть? Ну, тут и зарплаты довольно неплохие. Я не скажу, что большие очень, что можно там, неизвестно, как похвастаться, но достойная зарплата. Человек, если он работает, он всегда заработает. Если человек не хочет работать, он и не заработает. Сами спинщины? Да, спинщины. Сюда перераспределялись. В плане там медикаментов, то есть какого-то оборудования, здесь, скажем так, проблем нет. То есть если что-то необходимо, звонок, скажем так, в аптеку, то есть всё, что необходимо, всё предоставляют. Это, наверное, большой плюс, потому что знаю по своему небольшому опыту, что есть в некоторых хозяйствах проблемы с этим, здесь такого нет. Вы хотите остаться, да, здесь? Ну, было бы неплохо, да. Ну, интересно в городе. Тут всё есть, как в городе, ну, практически всё. Тут есть фитнес-центр, есть ресторан, есть клуб, амбулатория большая есть. Что ещё надо человеку? У меня младший сын, он занимается футболом. И вот зимой я вместе с ними, они ездили в Минск на соревнованиях. Сын с Минска приезжает, он там работает у меня и учится. Старший приезжает, бывает, ходит в младший оборот и идут в бассейн, занимаются. Бассейн с шариками, лабиринт, ну, то есть всё яркое такое. Когда сюда заходишь, вот в этот развлекательный комплекс, сложно поверить, что это всё-таки не какая-то частная инициатива, а что это здесь хозяйство, просто организовывать досуг местных ребят. Центру, ну, пять лет, это точно. Приезжает, не свежа, с соседних деревень. Если в больших городах, наверное, такие центры, это хорошая возможность заработать, то здесь всё-таки не финансовую сторону прослеживали, когда открывали этот объект, правильно? Конечно, у нас, ну, как бы, в основе всё делается для людей. Ну, чтобы люди оставались у нас. И остаются? Ну, конечно, остаются. Я сама, допустим, училась в Барановичах, жила в Барановичах. Ну, вот приехала обратно. Меня сюда привезли в два или в три года родители. А вы откуда? Нет, я ещё в Советском Союзе, но, конечно, в Одесской области. У меня вся родня оттуда, мать, отец, только сестра здесь родилась, и все родственники там, вот эти родители ещё. Вы связь с ними поддерживаете как-то? Ай, ну, на теперсний момент в этих вот реалиях не понимают они нас. Не понимают? По большей части. А что говорят вообще? У них своя правда, она своя. Ничего они такого не говорят. Ну, сказали сразу, что Россия напала, они виноваты, всё. Ну, я понимаю, что это не так, что это, ну, совсем неправильно. Да, война – это плохо, это некрасиво, не надо этого. Но то, что там творилось и творится сейчас, вот эти националисты, эти фашисты, ну, куда это годится? Не надо так. Не надо, вот, надо работать. Ну, вот, как правильно говорил наш президент, что безопасность обеспечат военные, да? А нам надо выходить в поле и делать свою работу. Этим и занимаемся. Нам уже надо этих военных кормить. В любом случае народ кормить надо, военных кормить надо. В любом случае нам надо вот здесь находиться. Всё будет хорошо. С белорусских широт отправляемся к российским. Вот, например, Кузбасс – крупнейший в России угледобывающий регион. Больше половины всего российского угля поставляется именно из Кемеровской области. В том числе сырьё идёт и на белорусский рынок. Взаимодействие с этим регионом у нас завязалось с конца 90-х. И с тех пор угольные разрезы ведущих добывающих компаний в Кузбассе стали, пожалуй, основными покупателями белазов и запчастей к ним. Кемеровская область входит в десятку наших крупнейших торговых партнёров в России. Товарооборот показывает стабильный рост. Появляются новые ниши для двустороннего сотрудничества. Порой самые необычные. Например, в Кузбассе с радостью покупают крапиву из Беларуси. Вероника Бута расскажет, чем ещё может удивить этот регион. Наш репортаж из Кемерово. Угольное сердце России. Кузбасс. Жемчужина Сибири. По разным подсчётам, запасов ключевого ресурса Кемеровской области хватит на 200 с лишним лет непрерывной добычи. Её, к слову, не представляют без наших белазов. Что ж, регион для нас перспективный надолго. Хотя и на рынке сегодня много появилось и китайской техники, да? Но всё равно вот это вот направление крупных самосвалов, конечно, приоритет себя забиваться. Эти кадры сделаны ещё в 98-м. Наш президент в Кузбассе в непростое для России время. Глубокий экономический кризис, дефолт, забастовки. В СМИ про визит напишут. Лукашенко не побоялся. Приехал. Мало того, именно тогда и было подписано первое соглашение о сотрудничестве. С тех пор связи только крепли. Белорусские партнёры очень важны для экономики Кузбасса. И с 98-го года началась новая страница, действительно. И мы видим только нарастающую динамику. Сегодня важно понимать, что угледобывающая отрасль себя не видит без продукции белорусских производителей. Кузбасс сегодня, по сути, стал шоурумом возможностей белорусского автомобильного завода. С этой смотровой площадки угольный разрез как на ладони. Согласитесь, картинка завораживает. Кедровский – один из старейших разрезов Кузбасса. Не самый глубокий, но и здесь вниз порядка 300 метров. Чтобы лучше себе это представить, это высота Эйфелевой башни. Белаз – визитная карточка Кузбассской угледобычи. На Кедровском разрезе работают в основном 220-тонники. Водителем Белаза я уже работаю 44 года. Я прошел практически через 7 модификаций Белазов, начиная с 27-тонных машин. Сегодня в Кузнецком угольном бассейне работает больше 3000 наших самосвалов. Это треть от парка всей техники Белаз в России. Почти полтысячи закупили только в минувшем году. Здесь практически вся линейка, от мала до велика, на природном газе, гибрид. О всех жоденских новинках здесь узнают первыми. Мы работаем потом с заводом-изготовителем, технику подгоняем под себя, под свои параметры. Каждый год идет обновление парка. На сегодняшний день у нас 30% – это Белазы не старше двух лет. И если наши Белазы в поле зрения давно, то необозримые горизонты перед белорусскими производителями открывает подземная добыча. Спустимся в шахту. Сибирская угольно-энергетическая компания ведет добычу на 8 шахтах в Сибири и на Дальнем Востоке. Это крупнейший производитель угля в России. Инвестиции в качественную технику не жалеет. Новые механизмы в условиях западных санкций компания планирует закупать, в том числе и в Беларуси. Подсказка для наших производителей. В России для подземных горных работ практически не выпускают. Крепи, бурильные машины и некоторые станки. Беларусь очень хорошо на этом рынке сегодня представлена. У нас уже от компании несколько было командировок сотрудников, где можно, на каком этапе, с кем поработать. Эти шахты белорусам знакомы больше. Солигорск. Здесь хорошо знают кемеровские электродвигатели. Специальные, взрывозащищенные для подъемных работ. Здесь находятся электродвигатели, которые собираются непосредственно для белорусских потребителей. Данный электродвигатель пойдет устанавливаться в конвейерную ленту. А этот двигатель призван заменить ушедшего с союзного рынка польского производителя. Белорусско-российская разработка – свежий пример импортозамещающей кооперации. Этот электродвигатель сейчас уже собран. В ближайшее время будет проходить испытания. И далее мы нашим партнерам направим для того, чтобы они провели уже промышленные испытания. Когда-то в 2012-м испытания российскими дорогами устроили и белорусским автобусам. Закупили партию новых МАЗов до сих пор на ходу. Миллион и за миллион пробег на этих автобусах. Машины, которые сейчас у нас находятся, они два ресурса выработали. Пожалуйста, мы можем посмотреть его. И в работе, и в салоне у него нормально. Поэтому и до сих пор еще эта лошадка работает. И дай бог, чтобы она работала. В самом сердце Сибири производят продукты для здоровья. Растительные экстракты, БАДы, полезные сладости. В составе в том числе белорусское сырье. Это трава эхинацея. Собственно, поставляет нам ее минский поставщик белорусский. Мы из нее делаем экстракт эхинацея. Хорошее сырье. Нам нравится. Какие еще белорусские травы используете в своем производстве? Мы бы хотели использовать больше трав, потому что есть постребованность. И первоцвет, и валерьяна. Список трав большой. От крофивы до клюквы и брусники. Закупают в среднем до тонны в год. Говорят, не хватает. Просят в 10 раз больше. Сейчас готовят бизнес-миссию в нашу страну. Хотят ближе познакомиться с дарами белорусской природы. Картина на стене напоминает Ирине о родных гомельских пейзажах. В Кемерове она с 90-х. Здесь создала семью, здесь всю жизнь работала с углем, но в душе скучает по родине. Я чистый белорус. Весна приходит, как птичка. Надо туда лететь. Когда совсем ностальгия, признается, идет на шоппинг. Благо, белорусская здесь не дефицит. Продукты, одежда, обувь. Есть все. Не хватает только прямых авиарейсов до Минска. Впрочем, в этом вопросе солидарен и бизнес, и правительство. Говорят, дело времени. Для главного эфира из Кузбасса. Вероника Бута, Виталий Селявка и Сергей Корнеев. В том, что сотрудничество Беларуси и России крайне важно, можно в очередной раз убедиться и на примере Брянской области. Этот регион, где можно найти не один пример белорусско-российской кооперации. Как сообща, заполняем союзный рынок и решаем вопросы санкционной повестки. А еще узнаем, когда взаимная торговля с этим регионом перешагнет планку в миллиард долларов. Ответы 15 апреля в специальном репортаже. Брянский лес возможностей. Смотрите после панорамы. Регион, где с белорусскими технологиями в машиностроении на «ты» уже 17 лет. В Беларуси остались компетенции, которые у нас своевременно были потеряны. Мы работаем едино. Такой симбиоз – это только успех. Совместно противостоим санкционному прессингу и заполняем союзный рынок. Как в этом помогает прописка белорусских флагманов на Брянской земле? Уже в первом квартале этого года по предварительным итогам мы увеличим объем производства более чем на 35%. И что дает общей экономике региональная подпитка? То, что сегодня мы не обходимся в дорожном строительстве без щепня, без материалов с Гомеля, ну это понятно. А сейчас о спорте настоящих мужчин. Хоккейный сезон в рамках республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба завершился накануне. И в нем триумфальную точку, я это и сам наблюдал на арене, поставила команда президента Беларуси. Победив соперника клуб Минской области в решающем матче и подняв над головой такой заветный трофей. Финальная серия продлилась до двух побед команды главы государства. Во второй встрече борьба на льду получила такой накал, что трибуны Олимпик-арены буквально взрывались эмоциями болельщиков. Как это было? Андрей Козлов. В этот день наверняка каждый рассчитывал на свой особенный ритуал. И даже такой, ведь финальная серия могла завершиться именно в субботний день, выдавшийся по весеннему теплу. А вот подоспела, как горячие пирожки, атмосфера аренд. Пока хоккеисты готовились к выходу на лед и ждали в раздевалке нашу камеру, на трибунах было свое соревнование, формат которого район на район. На хоккей приезжаем постоянно. Любим команду президента, болеем за нее, поддерживаем всегда, и везде, и всюду. Это на трибунах. А совершенно иной пульс был в недрах арены, в раздевалке команды Минской области, у которой сегодня права на ошибку не было, ведь первую игру проиграли. Мы готовы, это прекрасно. Но в целом только этим мужчинам в сезоне удавалось отобрать очки у команды главы государства. Перед такими играми лишняя установка и не нужна, ведь все все прекрасно понимают. Вот уж поверьте. Отсюда при объявлении состава обратите внимание, хоккеисты продолжали укреплять экипировку. Как и заметный в прошлом игрок Сергей Заделенов, богатейшая карьера, но и сейчас желание выходить на лед и бороться. У вас такой багаж хоккейного мастерства и карьеры, и биографии, но вы все равно выходите на лед. Вам это интересно до сих пор? Ну, конечно, интересно встретиться с ребятами, которыми вместе играл, против кого играл. В той команде тоже очень много мастеровитых, хороших ребят, которые поиграли на высоком уровне. Приятно встретиться и поиграть вместе. Обе команды когда-то начинали историю этого турнира в 2007-м. Отсюда противостояние носит исторический контекст, а хоккей как играет вообще блестящий синтез истории, антуража и борьбы. Ну, это, наверное, очень интересный спорт, я бы хотел поиграть. Каждый хоккей – это место, где мы заряжаем все энергии, энергии на будущую неделю. Александр Григорьевич прекрасный в форме и его команда. Они нам на личном примере показывают, что нужно заниматься спортом, то есть своего рода пропаганда ЗОЖ. Здесь очень эмоциональные матчи. Стараюсь ни одного матча не пропускать. По возможности езжу каждые выходные. Далее непосредственно к игре, иначе можно просто утонуть, но с удовольствием, описывая каждую деталь атмосферы вокруг идеально гладкого льда. На пятой минуте открывает счет капитан Андрей Костицын. Следом 2-0 это Баранов, у которого в помощниках Александр Лукашенко и Михаил Гробовский. А счет становится 2-0. Идем следом 3-0, Артем Антоненко и, казалось, будет победа. Но все было не так просто. За борьбой на льду внимательно следила вот эта группа симпатичных ребят и девчонок. Для некоторых из них событие выдалось совершенно необычным. Они все, и не только они, ведь приехало более 300 человек, сейчас отдыхают на смене в детском лагере Дубраво в Солигорском районе в рамках программы поздравлений детей Донбасса-Беларуси. Ты была вообще когда-то на хоккей, или вообще впервые может быть? Я впервые на хоккей, я очень рада, что именно сюда попала, потому что все улыбчивые, все счастливые, вот такие, игра супер. Я прям вот такими глазами смотрю, мне прям очень нравится. Под знаменитый баритон Владимира Новицкого Минская область включила дополнительные обороты, поразив ворота команды главы государства. Он же отметился еще одной передачей в середине третьего периода. А в оставшееся игровое время голевой дубль оформил Николай Лукашенко, поразивший ворота дальними бросками. В результате шесть четыре такой дорогой трофеи в руках. Как всегда, оказывает достойное сопротивление. Нам действительно было непросто. Но надо сказать, что мотивация – это понятие такое, за счет которого мы всегда их побеждали. Но сегодня надо было чуть больше, чем мотивация. Сегодня была дисциплина. Событий, которые окружали этот увлекательный сезон, масса. Ведь каждый игрок – это история характера, силы воли и дружбы. Те же Чуприс и Михалев, когда-то будучи блестящими игроками, брали легендарный кубок Шпенглера в 2009-м. В этом сезоне один во главе шахтера выиграл регулярный сезон экстралиги, второй очень крепко у рулядиномошинник выступил в МХЛ. А фамилии Гробовского и Костицына вообще знакомы каждому белорусу. Насколько вам в роли капитана этой команды комфортно, не знаю, партнеры поддерживают. Игра начинается, наверное, все забывается, что ты капитан, просто ты как лидер, наверное, должен в раздевалке чем-то помочь, что-то подсказать на скамейке запасных. А так особо об этом не думаешь, играешь в хоккей. Уже после такой трудоемкой победы расслабились все участники литовой борьбы. Снимки с кубком, на память с партнерами по команде, да и просто с болельщиками. Важная и неотъемлемая часть большой игры. Всегда выкладываемся на 100% и стараемся победить. Скажите, у вас есть такое внутреннее ощущение, что такое чувство выполненного долга, не знаю, добились того, чего хотели? Есть. Оно приятное, да? Очень. 16-й сезон подошел к концу, но обязательно будет следующий. А пока самое время приключиться на финал Кубка Президента по хоккею между Металлургом и Неманом. Это будет точно очень ярко. На самом деле уникальный момент. Именно в рамках вот этих соревнований можно взять и после игры даже поднять фактически над головой этот трофей. Кстати, очень увесистый кубок. И немножко стать участником получается вот этого большого спортивного праздника. В главном эфире Андрей Козлов и Алексей Петров. А мы переходим к культурной страничке главного эфира. Легендарный балет «Спартак» в Ташкенте. Труппа Большого театра Белоруссии во главе с Валентином Елизарьевым стала приглашенной звездой фестиваля «Очарование балета», который в эти дни проходит на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Наваи. В мире существует более 20 версий спектакля. В числе самых известных – постановка Валентина Елизарьева. Балет «Спартак» с удовольствием смотрят не только в Минске, но и в Японии, Китае, Южной Корее, а теперь и в Средней Азии. В Узбекистан выехали 46 артистов, балетной труппы и еще 13 первоклассных специалистов художественно-постановочной части. Все для того, чтобы за короткий срок масштабировать постановку под местную сцену. Как встречали «Спартака» в Ташкенте. Пестрый ковер из впечатлений собрала Нина Можейко. Гранд ЖТ из Минска в Ташкент. Шпагатом в воздухе на расстояние любой дальности трупу белорусского Большого не удивишь. И на этот раз полет нормальный, как по маслу прочные нити великого шелкового петли. Здравствуйте, земляки! Назад! Назад! Трус не танцует балет. Искусство для самых смелых и выносливых. Поэтому даже в командировке балетный класс. С него начинается утро любого артиста. Независимо от возраста, статуса и достижений. Здесь тренируются в устойчивости, увеличивают дальность прыжка, растяжку и работают над мышечной силой. Классическое меню в рационе глазиаторов и воинов римской армии. В классе все равны. Мы приехали, мы сидели в самолете. Пять часов, естественно, нельзя давать большую нагрузку. Нужно больше таких движений, чтобы разошлось тело, ноги, чтобы все начало работать, пришло в таком режиме. Иначе просто могут артисты травмироваться. Здесь главная целью моего педагога является подготовить трупу к спектаклю, чтобы они были в хорошей форме, в хорошей кондиции, в то же время не переутомлены. Для того, чтобы именно вечером они дали тот результат, которого мы все ждем. Но прежде качает легион его легат, маэстро Елизарьев. Человеческое тело в его умилых руках – главное выразительное средство. А это очень конкретные люди. Именно от истории, реального Спартака, автор не только хореографии, но и либрета, и оттолкнулся. За основу взял версию грека-плутарха. Именно в его пересказе событий восстание стало похоже на кино, со всеми деталями и подробностями. С собой из Минска привезли несколько фур декораций, включая пантеон римских императоров, разумеется. Наши специалисты умеют масштабировать любой спектакль под разные нужды сцены. Выступали без оркестра, но под музыку, специально написанную композитором Арамом Хачатуряном для минской постановки Елизарева. Мне вот что не нравится, что тыкает рояль, тыкает, и он будет тыкать, понимаете, пиццикаты. Я выражаюсь вульгарно, но это же сухие ноты все это. Не успеешь их взять, как они уже умирают. Мы пришли вместе с замечательным художником Евгением Лысиком в Москве к нему в гости. Он нас встретил так недоброжелательно, но мягко, как говорили. Он сказал, я сороковую версию своего балета делать не буду. Но все-таки начался разговор, мы ему все рассказали, он очень зажегся. И к концу нашего разговора он сказал, я все сделаю, это будет специальная версия для Белоруссии, для Большого театра Минска. И с тех пор спектакль живет. С одобрения Хачатуряна свой «Спартак» был и в Ташкенте, в постановке народного артиста Узбекистана Ибрагима Юсупова. Но со временем спектакль исчез с афиши. Это для нас просто праздник, особенно для узбекского народа и любителей именно балетного искусства. У нас билетов нету, а нам звонят, можно мы хоть стоя будем смотреть. Хоп и брутальный «Спартак» на ташкентской сцене. Давайте по порядку. Хоп в переводе с узбекского согласен. Именно с договора двух больших в Белоруссии и в Узбекистане все и началось. А закончилось, сами видите, места есть разве что на люстре. Тюбетейка – один из самых популярных головных уборов народа в Средней Азии. Мода на них пошла в 30-е годы 20-го века. Ровно тогда, когда архитектор Щусев защитил проект этого величественного здания театра. Так вот, именно тюбетейку он поместил прямо над головой у зрителей в виде величественной розетки. Не зря Большой в Ташкенте называют визитной карточкой Средней Азии. Из таких аутентичных деталей состоит весь театр. Стены выполнены в редкой технике, резьба по ганчу, ручная работа. Академик Щусев – автор проекта знаменитой церкви святителя Николая Чудотворца, Казанского вокзала в Москве. Но настоящую известность Щусев и принес главный некрополь в СССР – мавзолей Ленина. Я люблю балет, но «Спартак» и тем более «Минскую труппу» я вижу впервые. Я думаю, что это очень эмоционально и очень сложная такая работа. И мы не купили программки, а по-моему, нам и не надо, мы все поняли. Действие захватывает очень динамично, очень эмоционально. Актерская игра на уровне. И в целом вся постановка очень такая эпичная. Декорации, конечно, шикарные. Я так понимаю, что это все привезли из Беларуси. Супер вообще. В том балете Григоровича не было женщин. Здесь даже их больше. Балет называют мужским, но у Елизарева все по-другому. Душа спектакля, фригия, ее тело – все, включая твердые пуанты, главный проводник смысла, без которого ни один балет не имеет значения. Я более чем уверена, что интересные партии получаются не просто так, а они должны наполниться опытом. От одного звука музыки меня наполняет. Я сегодня стояла перед последней сценой, и у меня перед моим выбегом просто ком в горле и слезы в глазах. Потому что, мне кажется, можно слушать музыку, и в ней просто все есть. А когда это дополняется еще и опытом, это просто счастье для артиста. Главные партии исполняет золотой состав. Народный «Спартак» Антон Кравченко. За 20 лет ему приходилось вступать в неравный бой даже в амфитеатре «Колизея» в Риме. И спектакль же взрослеет вместе с тобой. И ты каждый раз ищешь какие-то новые грани, какие-то новые краски, что-то новое. Потому что танцевать одно и то же, такое клише, очень, по крайней мере, мне неинтересно. И каждый спектакль и в нашем театре, он разный. На опыте подавления восстаний и обаятельный крас заслуженный артист Беларуси Юрий Ковалев. Наверное, где-то похожи психотипы, но я надеюсь, и не такой мерзавец. Публика очень отзывчивая, хлопала в каких-то моментах, в которых действительно тяжело. То есть она разбирается, что мы показываем, какой класс. В декабре ждем узбекскую оперу в Минске. Такие условия обмена. Мы им балет, а они нам оперу «Искатели жемчуга». Готовятся с восточным размахом. Мы специально пригласили из Франции очень такая известная женщина, дирижер, маэстро Наталья Марин. И сейчас с нашим персимом они работают. Французский язык, вы сами знаете, очень красивый, но очень сложно. Когда вокалисты, вот мы самые вокалисты, оперные персимы, очень хорошо чувствуем. Но у них есть, когда на французском, когда вы поете, например, «Purquo amorevee». Но итальянский, конечно, более легче петь, но французский там есть какие-то секреты. «Большой никогда не прощается, но всегда говорит». В главном эфире Нина Можейко и Анзор Тужаев. Сегодня в календаре христианском праздник, объединяющий более миллиарда католиков мира. Кстати, с Пасхой поздравился отечественников и президент Беларуси. Пусть это прекрасное время напоминает о неприходящих нравственных ориентирах, взаимном уважении, почитании старших, милосердии, сострадании, бескорыстной заботе о ближнем, искренней любви к родной земле. Говорится в поздравлении первого. Параллельно по канону православных верующих, Иисус только вошел в Иерусалим. Так отмечают вербное воскресенье. Беларусь в конве религиозных переплетений страна уникальная. И католики, и православные одинаково почитают одни чудотворные реликвии. Одна из них – Юровичская икона Божией Матери. Ей молилось все Великое княжество Литовское. Уже в 17 веке шли толпы паломник. Но покровительницу Полесья вывезли в польский Краков, якобы спасти. Еще в 19 веке было даже письменное обещание монахам и иезуитам вернуть на место, когда храм будет восстановлен. Оригинал чудотворной иконы до сих пор в костеле Святой Варвары. Тем временем в Беларуси возрожден этот уникальный памятник, который долгое время был разваленами Полесья. Исторически так сложилось. Православный храм с католическим обличьем. Реставрационную инспекцию провела Лидия Заблотская. Здесь начиналась Беларусь 26 тысяч лет назад. По крайней мере, так решили наши предки времен Палеолита. Целый век здесь ввели раскопки, чтобы доказать это поселение. В Юровичах самое древнее на территории Беларуси. Даже нашли бивни мамонта. Как видите, он тоже здесь появился. Музей под открытым небом работает год. И это долгое время оставалось самой интересной зоной для туристов. Но недавно появилась и вторая локация. Достаточно возвыситься к Духовному на 500 метров выше по дороге. Там находится церковь, где кирпичи намолены уже с 18 века. Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Не скрыть высокой выбеленной ограде. Один из старейших памятников в Гомельской области. Не богом, но общественностью забытый. Стоял в убитых руинах все советское время. Даже он старше нашего бренда. Это Дворцово-парково ансамбля на несколько десятилетий. Этот объект пережил, скажем так, несколько жизней. Первая его жизнь это был как католический храм, который построили иезуиты в 1750-х годах. Остановиться здесь, по легенде, выбрала сама чудотворная богоматерь. Именно вокруг иконы 40 лет возводили архитектурный оклад. И собор, и монастырь. К иконе, к слову сказать, Юровичской, милосердной, ради которой была построена эта шемчужина нашего Полесия, приходили молиться не только католики, но и православные. То есть никто не различал совершенно там, какой веры и так далее. То есть не вдавались какие-то догматы. И на самом деле Матерь Божия, она у нас одна на всех. А в конце 19-го века икону якобы перевозят в Краков, спасают. К слову, она в костеле Святой Варвары до сих пор за железным забором. Недавно поляки требовали за возврат на родину полмиллиона евро. В Юровичах сейчас список иконы, что обнаружили здесь же, в деревне, в 2006-м. Искусствоведы датируют 18-м веком. Поклоняются и православные, и католики одинаково, и не без чудес. Сама находка иконы замотивировала поднять из руин весь комплекс. Разработка проектной документации, это примерно относится к 2006-2007 годах. При восстановлении историко-культурной ценности, здесь важно сохранить аутентику. Были вопросы, как в дальнейшем использовать это, как музейное учреждение, как учреждение культуры. Возобладало мнение, что первоначальное использование это было как религиозный храм. И он уже восстанавливался в пределах дальнейшего использования для религиозных целей. Атеизм уничтожил своды и буквально избил святыню по лицу. Фасад, что называется, дышал на ладан. Состояние аварийное. И нет, это не военные шрамы. Во время операции «Багратион» комплекс задел один лишь снаряд. Веру разобрали себе по кирпичику местные. Местный представитель колхоза тогдашний разрешил поселянам брать кому что надо. И брали на фундаменты кирпичи. Кому-то надо было погреб, кому-то сарай, кому-то фундамент для дома. То есть сами же своими руками все уничтожили. Зачем? Не понимали, что у вас счастье в том доме, который построен на кирпичах из храма, не будет. На момент возрождения ни потолка, ни пола. Остатки духовности включают в госпрограмму на долевое финансирование. Подключают бюджеты республики и области. Активная фаза реставрации разгорается здесь в 2021. В районе Кровли это были полностью разрушенные парапетные части кирпича. То есть мы устанавливали полностью все. Лепнину здесь мы делали на месте, заказывали формы. Потому что некоторые элементы, скажем так, декора отличались на окно миллиметр. Два-три, да. То есть необходимо было более конкретизировать размер именно по месту. Поэтому мы заливали их здесь на месте и сделали уже сразу на фасад. Историческая цена все-таки должна была сохраниться. Так вложили 7,5 миллионов рублей в марте. Начался процесс передачи собора Туровской епархии. Но службы идут уже. Из прихожан завсегдаты в хорошо, если наберется 10 человек. Однако количество верующих увеличивается до 200, когда приезжают паломники и туристы. Их вниманию собор облика 19 века. Как раз стык биографии храма между католичеством и православием. Вы видите отличие от современных православных храмов. Потому что элементы барокко 18 века, они сохранились в этом. Но это не мешает использованию, потому что это общихристианские принципы и подходы. И многие элементы, которые привнесены, они уже были привнесены в 19 веке, когда была первая реконструкция храма для его преобразования в православный храм. Иконостас пока отсутствует, но на него уже собирают средства. Ответственность за приходом. Внимание государства также на здание, что по соседству. В советское время дом-интернат со своей системой подземных лабиринтов высотой 8 метров. Что по легендам до Мозыря и Киева. А сегодня действующий мужской монастырь. Монахов у нас немного, всего, скажем, 3 человека, буквально, которые здесь постоянно живут. Здесь, в принципе, жили. Это сейчас вот оно постепенно начинает разрушаться из-за того, что крыша прохудилась. И при этом невозможно залатать ее. То есть, если даже ее тронуть хоть каким-то образом, то посыпется сразу вся. То есть, она сейчас держится исключительно на наших молитвах. Косметический ремонт проведен, но дает сбои система отопления. Здесь, в домовом храме, и хранят чудотворную святыню. Указом президента Беларуси бывший коллегиум иезуитов начнут исследовать в этом году. Первая ступень – разработка проекта «Спасение». По государственной инвест-программе на нее выделено 500 тысяч белорусских рублей. Есть ряд предпосылок, что оно нуждается тоже в реконструкции. В частности, работы, связанные с кровлей и где-то элементы фундамента. Поэтому нельзя забывать, что это действующий монастырь. Здесь люди, а безопасность людей у нас, конечно же, в приоритете. Поэтому историческая правда здесь будет максимально соблюдена. Каким он будет, это, конечно же, будет решено после проведения научных исследований. Операцию по реставрации монашеского корпуса планируют в 2024-м. Даже если строительные леса и перекроют фасад 1770-го года, то никто не посмеет перекрыть доступ к христианской реликвии. Игумения горы Юровичской все еще на страже силы двух вер. При тех обстоятельствах, что у нас такое нравственное расслабление, духовно-нравственное расслабление, да, и у старых, и у молодых все-таки. Душа, она по природе христианка, и она просится к Богу, и она просится к этой красоте. О сильных верой в главном эфире. Лидия Заблотская, Сергей Матвейчук, Сергей Корнеев и Сергей Волынец. Всех верующих мы еще раз поздравляем с праздниками. С вами были Павел Лазовик и Виктория Сенкевич. До встречи в главном эфире. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok